Продолжение следует... Также будет в Санкт-Петербурге в июне анонсируем семинар наших коллег и его работа на протяжении всей жизни, посвященная работе с переносом, тоже касается способов, методов, техник, технологий работы с расстройствами личности. Конечно, с расстройствами личности работает и экзистенциально-гуманистическое направление, но вот сегодня мы постараемся раскрыть, как в когнитивно-поведенческом подходе существуют современные формы, какие работы с такими сложными, очень проблемными клиентами и пациентами. Для начала небольшое введение, то, что касается самой личности человека. Личность, понятие, с одной стороны, комплексное, с другой стороны, достаточно сложное. Поэтому в когнитивно-поведенческом подходе вы редко увидите такое слово, слово личность, потому что его очень трудно, этот концепт, верифицировать. И поэтому СПТ изначально отказывался от теории личности, заменяя это такими дефинициями, как некие конструкты и процессы, связанные с ними. Так, некую модель в свое время представил Арон Бек, где он описывал скорее структуру мышления, чем структуру личности. Мысли произвольные, автоматические, базовые убеждения и промежуточные убеждения были скорее структурой мышления, чем структурой личности. Но, тем не менее, это коррелировало с возможными такими дефинициями, описаниями личности как таковой. В целом, сегодня в психотерапии представлено много моделей личности, известный такой труд Хелла и Зиглера, который переводило издательство Питер. Теории личности, такая известная в 90-х годах книжка, очень популярная. На самом деле, это сотни изданий за рубежом, касающиеся этой темы, достаточно сложные. Потому что здесь мы не находим пока согласия в разных подходах. И это достаточно серьезная проблема тогда для лечения. Потому что представьте себе съезд кардиологов, которые не могут определиться со структурой. Что же такое сердце? Сколько в нем камер? Четыре, две, одна, не одной. 18, может быть, или 26, может быть, сотни их. Может быть, вообще это отсутствует как таковое сердце. Его, наверное, нет в организме. Подобные вопросы были бы удивительными для съезда кардиологов, гипотологов, пульмонологов. Но вот на съездах, объединяющих психотерапевтов разных направлений или конфессий, мы видим такую сложность с определением личности. И иногда вот такие амбивалентные тенденции, некие противоречия во взглядах и подходах. Поэтому комитетно-клиническая терапия изначально не предполагала описывать то, что нельзя измерить. То есть бихевиоризм с первоначальным таким подходом Джона Уотсона, стимуло-реактивным подходом, как раз ввел такое понятие черного ящика, где, как в выражении героя Леонида Броневого в формуле любви, голова возьмет темный и исследование не подлежит. Поэтому выносились за скобки такие понятия, как личность, поскольку их сложно было верифицировать. Но с когнитивной революцией этот ящик распаковали и постарались определить с помощью метапозиции, как научного подхода к этому понятию субъективного представления человека, субъективной картины мира, квалия, если говорить научно-философским языком, как структурировать эту квалию. И оказалось, что рефлексия и метапозиция могут дать достаточный материал для работы терапевта. И поэтому мы здесь в любом случае связаны с мышлением, потому что через уже вербализацию нашего клиента или через знаковую символическую систему, через фиксацию и регистрацию особенностей его мышления и поведения и внешних и внутренних форм его мы можем проводить какие-то исследования, изучения и корреляции этого поведения, мышления и вот таких констант, неких структур относительно стабильных в личности, как мы ее можем описать процессуально. Поэтому личность мы можем описывать как гармоничную такую структуру, сбалансированную, как идея гомеостаза в медицине. Но мы можем рассматривать некие дисгармонии в личности, некие проблемы, которые связаны с конфликтами. Если мы возьмем теорию Николаевича Мясищева, который здесь представлен на фотографии, вот он в этой клинике неоднократно консультировал в свое время. И как базис мы можем взять в когнитивно-предельнической модели теорию первой и второй сигнальных систем Ивана Петровича Павлова и его такой атомарный уровень видеорефлексов, в том числе функционирующих в этой модели первой и второй сигнальной системы. И что наше поле работы это как раз вторая сигнальная система, где и формируются вот эти атрибуции, некие представления и о внешнем мире, и о себе. И вот могут быть конфликты между разными этими атрибуциями, между разными такими концептами внутри этого большого мира виртуального второй сигнальной системы. Если говорить о уже расстройствах личности, то это достаточно широкая категория населения. До 10% рассматривают различные исследования. Поэтому мы будем встречаться с такими клиентами регулярно. Ну и если взять историю, которая уже упоминалась в курсе наших таких семинаров, круглых столов и встреч, и даже озаглавлена она была, как тематика такая транс-диагностическая и транс-сквозная между нашими встречами, как от Ганнушкина к Фримену. Вот здесь, если вспомнить работы Ганнушкина, что характеризует психопатии, как некий аналог нашей психиатрии, тяжелым личностным расстройством, это тотальность, что мы наблюдаем такую задействованность всей личности, стабильность в состоянии, что она выражена на протяжении всей жизни, или большей части жизни. И дезадаптация, такая стойкая дезадаптация, в том числе и в первую очередь, социальная, что человек имеет трудности в общении с другими людьми, иногда это приводит к потере работы и разрыву отношений. А Керпиков выделял еще такие дополнения, которые до сих пор имеют такой четкий след в отечественной психиатрии, это ядерные и краевые психопатии, где ядерные больше связаны с биологической предиспозицией, а краевые это следствие неблагоприятных жизненных обстоятельств, таких стрессогенных событий, тяжелых психотравм, которые могут формировать такую пластичность, больше зону патологического развития, склоняющую вот эту сложную систему, нейросинаптическую сеть, которая представляет собой наш мозг и психику. Говоря уже о примитивном патологическом подходе, то в первую очередь как манифест работы с такими пациентами в 90-м году была написана совместно Аароном Беком и Артуром Кременом книжка «Примитивная терапия расстройств личности». Через более чем десятилетия она была переведена на русский язык и была издана издательством «Питер», и была таким очень важным шагом, важным этапом в жизни когнитивно-поведенческого сообщества в нашей стране, потому что раскрывала очень значимые темы, в том числе и понятия схем, которые в этой монографии были впервые так глубоко и всесторонне описаны и Аароном Беком, и его коллегами Артуром Фриманом, где идут ссылки и на работы Джеффри Янга, и на работы Марша Линихан, и на работы Роберта Лихи с его теорией эмоциональным схем. И вот как раз эти моменты мы затронем сегодня глубже, по-моему, сделать сообщение по поводу схемы терапии, Андрей Геннадьевич Каменюкин по поводу диалектико-поведенческой терапии Марша Линихан. Ну и у нас был семинар весной прошлого года Роберта Лихи, руководителя Института кримитивно-поведенческой терапии Американского института кримитивно-поведенческой психотерапии в Нью-Йорке по поводу тревожных расстройств, и там он как раз раскрывал свою концепцию эмоциональных схем. Просто напомню, один из сооснователей всего этого направления, основатель пангитивно-терапии Аарон Бек, до сих пор жив, в прошлом году ему исполнилось 95 лет, и поэтому это такой серьезный фундаментальный ученый в обзорах, касающихся специалистов-ученых 20 века, его включают в двадцатку самых известных и самых фундаментальных ученых, умерших вклад в развитие науки как таковой, не только психотерапии. Поэтому, конечно, роль его и личности, которые до сих пор в 95 лет активно трудятся, он написал две таких программных статьи по терапии депрессии и по терапии психозов, поэтому, конечно, для нас это еще и пример такого активного благолетия и как специалиста, и как человека, и как личности в том числе. И, конечно, вопросы к этой личности регулярно возникают, как же вы не только дотянули до 95 лет, но и смогли в такой форме находиться, и он каждый раз пытается объяснить, что практика, в том числе и когнитивная терапия, помогает ему сохранять и бодрость духа, реактивность своего физически уже измененного, конечно, тела. Его чаще привозят на коляске, хотя он иногда прогуливается и пешком. Но вот бодрость духа действительно поражает и осведомленность его в сегодняшних исследованиях, и контакт его со специалистами, ведущими, во всем мире, занимающийся когнитивно-пределительством, показывает, что личность можно не утратить даже до такого позднего периода, несмотря на органику, которая, конечно, присутствует. И вот здесь нейросайенс, такие теории, работы головного мозга, психики, связь с различными сферами медицины, сферами психологии, сферами социальных наук, философии, и говорят сегодня о том, что мозг больше, чем просто биологический субстрат, это такая сложная связь биологии, психологии и других дисциплин. Потому что мозг теперь мыслится не как просто совокупность клеток, клетки могут быть утрачены, а как некая холистическая модель, которая формирует сложную взаимосвязь психики и соматики. Псюхия и сома находятся в таком рецепропном взаимодействии, поэтому поменялись даже философские модели, осмысляющие человека как такового. То есть вот эта личность, как мы ее себе представляли, раньше воспринималась очень механистически. И в когнитивно-когническом подходе стимулореактивная теория говорила о том, что это просто какие-то переключатели. Стимулореактивная теория, как ее воспринимал автор, слово «рефлекс», термином «делатиорефлексия» был предложен Рене Декартом, которого вы помните по фразе «мысль, следовательно, существует». Воспринимал рефлекс как механическое явление, стимул, как некое раздражение, приводил к тому, что некая пневма в организме переключала рычаги, и возникала так называемая реакция после этого переключения, где тоже пневма двигала сигнал к определенным мышцам или внутренним органам. Поэтому вот такой взгляд механистический отражался в философской концепции человека как механизма. И символ часов, как вершины, может быть, в эпоху Возрождения, такой человеческой мысли точности, четкости, ясности, и доминировал некоторое время. Вот такая редукция человека к машине и отражала философские дебаты, диспуты и противоречия, касающиеся этой модели и мировоззрения того времени. А XX век уже прошел под знаменем, под моделью, под, может быть, символом, таким атрибутом компьютера, что человек — это компьютер, такая знаковая система, где единицы и нолики превращаются потом в деятельность, в некие представления и последующее поведение. Но XXI век, и мы видим, что это очень символично, проходит под знаком метафоры сети. И личность воспринимается как некая динамическая система, и вот социальные сети, наверное, наиболее ярко отражают эту метафору, потому что мы теперь тоже динамически участвуем в такой виртуальной жизни, где наши аватары отражают такое присутствие как в мифологии индуистской или в мифологии восточной, что наши воплощения, в том числе и цифровые, живут в сети какой-то своей отдельной жизни. Что вот роль личности, начиная еще с греческой философии, как персона — это маска, как вы знаете, что вот она иногда просто является фасадной частью нашей сущности. Поэтому вот здесь есть противоречие, которое пока до сих пор и философски еще не разрешено, что мешает, может быть, нам концептуализировать личность вот так научно измерять ее линейкой или весами. Поэтому метафора сети, она более точно может быть отражает динамический характер личности и позволяет увидеть возможности тогда ее трансформации и изменения. Потому что иначе вот такая механистическая концепция или сугубо биологическая детерминированность, генетическая, говорила бы о том, что личность — это вот что выдали, то и носить, никуда не деться. Если у вас она такая, там, с деформациями, искривлениями или патологией, ну просто примите это в плохом смысле слова, а не в виде терапии акцент на санкромитном. И смиритесь, как бы. Но динамическая модель как раз говорит о том, что даже такие сложные конструкции, как личность, могут быть трансформированы. И мы видим, что как раз удары жизни, например, очевидно показывают, что это не железобетонная конструкция, она может быть изменена. Но редко, когда кто занимается этим сознательно. Поэтому здесь сложность в том, чтобы целенаправленно менять свои привычки, менять свои рефлексы, менять свои такие цепи. И вот здесь выясняется, с точки зрения нейросайенс, как раз человек искован вот этими цепями, в том числе нейросинаптическими, которые одновременно, с точки зрения уже такой холистической концепции, нейросемантические. То есть они одновременно, с помощью второй знаковой системы, отражают эту систему наших представлений, мировоззрения. И поэтому работа вот с этой знаковой символической системой одновременно может привести к тому, что поменяются цепи. Выясняется, что нейропластичность, о которой много говорят, это не только такая биологическая функция мозга, а в первую очередь эта функция мозга такая нейродинамическая. То есть именно те доминанты в нашем мозгу, которые мы формируем своими мыслями, своими представлениями, своими убеждениями, и будут давать активность этих цепей. И цепи могут перестраиваться, потому что инсульт показывает, что может у человека утрачена большая часть нейронов, это может быть киста размером с голубиное яйцо, и выпадает функция, у человека плетью висит рука, опускается губа, выпадает речь. Но через какое-то время, иногда через год, если это нейро-реабилитационная бригада, с помощью логопеда и других специалистов, восстанавливают речь. Если мы сделаем МРТ после этого, мы не увидим, что там нейроны зарастили эту кисту, она осталась кистой, осталась пустотой, новых нейронов не выросло. Но оказалось, что другие нейроны взяли на себя эту функцию, значит цепи могут перестраиваться, и могут каким-то образом способствовать серьезным изменениям. Поэтому здесь мы видим, что биологически мозг очень тесно связан с нашей психикой, и поэтому он может меняться. И вот эта нейропластичность, это не только восстановление серого вещества мозга, о котором сейчас много говорят, потому что это пока доказано только в небольших таких фрагментах, в больших участках, кроме таламуса, еще несколько буквально извилиных, доказано, что могут восстанавливаться, но с очень небольшой скоростью, с очень небольшим количеством утраченных нейронов. Мы ежедневно теряем минимум 50 тысяч нейронов, поэтому, конечно, если вырастает порядка 30 тысяч, то это мало что изменит, все равно отрицательный баланс. Поэтому нам приходится перестраивать то, что остается. И вот Бек на свой юбилей, 95 лет, мне рассказал о том, что личность может расформироваться, и она может поддерживать себя, потому что регулярный вопрос, как вы сохраняете свою личность, несмотря на органику, Бек на моей памяти уже несколько раз отвечал, как раз, что мозг отмышится, если вы ее тренируете, то она, в общем, отвечает вам благодарно неким тонусам, некой формой, которую вы ей задаете в связи с этим. И современные исследования, в том числе исследования, что происходит с когнитивно-провиденческими терапевтами, показывают, что мозг когнитивно-провиденческого терапевта функционирует очень качественно, несмотря на возраст и органику, который он получает, за счет того, что он решает понятные для него задачи. Сейчас я просто не буду показывать эти исследования, но там, как елка новогодняя, светится мозг, а вот когда это блокирующие задачи, как мы их говорили, когда мы тупим в кавычках, там просто мозг молчит, вот он такой серый, с маленькими участками, где хоть что-то там тускло светится. И получается, что если мы не понимаем, что происходит в процессе психотерапии, это такое блокирующее и буквально инвалидизирующее у нас состояние, мешающее нам поддерживать вот эти нейросинаптические связи. Поэтому когнитинопленический подход, позволяющий видеть некий более качественный обзор этапов терапии, более качественное понимание своей роли в терапии, более качественные, может быть, алгоритмы и процессы, которые осознает и сам терапевт, и делегирует их клиенту, и помогает функционированию и профилактике профессионального выгорания когнитинопленических терапевтов. И одновременно мы транслируем эти подходы, которыми пользуемся сами, нашим клиентам. И несмотря на проблемы, когнитивные дефициты или эти расстройства личности оказываются, как говорил в свое время еще Альберт Элис, в 50-х годах, заметьте, что если человек смог запутаться, у него есть шанс распутаться. Потому что уровень когнитивной сложности определяет, насколько он может себя запутать. То есть больше, чем он способен себя запутать, у него просто нет шанса расстроиться. Поэтому на том же самом базисе, на том же самом уровне мы можем накузнечить не только свое несчастье, но и, собственно, свое счастье. Бюджет абсолютно одинаковый. Поэтому страдания не обязательно, в том числе страдания от таких личностных расстройств. Здесь наши схемы, наши алгоритмы, наши практики, они достаточно универсальны. Поэтому БЭК и в своей работе, посвященной расстройству личности, также отмечает, что можно выделить эти уровни, более поверхностные, где у нас, как вы знаете по формуле восприятие границы, лимита мышления произвольного четко определены, 7 плюс минус 2. В общем, дальше никуда не деться. Одно момента больше 9 мыслей мы не можем осознавать. Но гораздо большей по объему насыщенности и такому качеству оперирования информации является, конечно, уровень автоматических мыслей. Это не просто фоновые мысли, которые у нас мелькают где-то на границе нашего восприятия, но и гораздо более глубокие уровни, которые включают в себя вот такие базовые убеждения, промежуточные и глубинные, которые также как синонимом можно обозначить словом или термином «схема». И вот расстройством личности с точки зрения Бека и Фримена свойственны определенные установки или убеждения, установки термин «школы РЭПТ», а убеждения термин «школы Бека». И вот они формируют определенные стратегии поведения, которые мы можем верифицировать, уточнить в ряде вот таких наблюдений, обсуждений с элементами. И можем заметить корреляцию вот с этими убеждениями. Конечно, этот набор имеет свою какую-то структуру описания. В схеме терапии или в других видах терапии мы можем найти другие описания. Но самый общий смысл, что расстройство личности – это не приговор, а это некие простым бытовым языком говоря или полупрофессиональные привычки. Привычки – это термин еще Уильяма Джеймса, известного очень в Америке, психолога. Привычки мы можем связать с кольцом обратной связи, с теми же работами Анохина, очень известного нашего физиолога и психофизиолога. Привычки мы можем связать с условными рефлексами Ивана Петровича Павлова. То есть это такой емкий термин, который показывает, что это поведение, которое может быть изменено. Это такой важный слоган, который Абердадура выписал как заглавие нескольких своих работ, как его ведущий слоган, помогающий ему мыслить поведенческие проблемы как решаемые, даже если они связаны с такими конструктами, как расстройство личности. Схемы психологии, естественно, связаны с работами Бартлета и Пиаже, очень известные ученые, но особенно Пиаже, вот у нас такой очень популярный ученый. И их содержание связано с личными отношениями, это отношения к себе и другим, и миру как таковому. То есть это те связи, о которых говорил Альберт Элес, описывая структуру различных установок и таких core beliefs глубинных установок. И они имеют определенные качества, которые как раз в своей монографии Бек и Фримен достаточно подробно описали. Наша ассоциация как раз активно стремится к развитию осведомленности в этом направлении. Но вот такую классику мы решили переиздать все-таки в том же самом виде. И вот к съезду, к приезду Артура Фримена, эта книга обязательно будет уже на руках, и мы постараемся всех снабдить ее, потому что в электронном варианте она у вас есть, но иногда приятнее держать бумажный экземпляр, особенно если его подпишет один из авторов. К сожалению, Артура Фримена не может захватить с собой Арму Бека, тот уже не перемещается дальше в Филадехе, но тем не менее горячие бюлеты от него мы обязательно получим. Ну и вот сам Бек сравнивает в чем-то личностные конструкты, которые описаны были Джорджем Керрис со своим понятием. Но сегодня оно, конечно, далеко дальше ушло, чем было обозначено Беком в 80-х годах. И я просто через какое-то время передам слово Павлу Моисеевичу. Более подробно, конечно, Павел Моисеевич расскажет о этом конструкте, как сегодня он развит в таком направлении, как схема терапии Джорджем Керрисом. Но мы можем просто сопоставить, что в когнитивно-поведенческом подходе личность рассматривается как некая структура неких конструктов и поведения, тесно связанных с ними, с этими конструкциями. И конструкты, которые носят поверхностный характер, такие произвольные мысли, более глубокие автоматические. И вот те условные правила, отношения, предписания, которые уже базируются на глубинных убеждениях. Как синоним мы можем обозначить термином «схема». Подробно не буду останавливаться на работах Альберта Эллиса, касающейся расстройств личности. Это, к сожалению, гораздо больше времени, чем есть в лимите моего доклада. Ну вот хотел бы просто упомянуть, что сегодня такие объединяющие уже есть работы. Например, Дэвид Барлоу, который нам хорошо известен по клиническому руководству, по психическим расстройствам. В 2008 году издательство «Питер» его переводило. И сегодня Дэвид Барлоу и его команда большая. А он один из соавторов МКБ-10 и один из разработчиков МКБ-11. То есть очень известный психиатр и одновременно очень известный когнитивно-поведенческий терапевт. И вот он и с точки зрения психиатрии, и с точки зрения когнитивно-поведенческого управления пытается тоже найти какую-то возможность выйти за границы сегодняшнего лимитирующего влияния классификаций и каких-то, может быть, таких разногласий между школами, подходами и концептами. Поэтому его система называется унифицированные протоколы, объединенные протоколы и трансдиагностическое лечение. Не буду подробно останавливаться на них, но они также, как и третья волна сегодня когнитивно-поведенческого подхода, касаются и практик осознанности, и формирования гибкости в оценках, то есть вот такие безоценочные формы восприятия, которые для расстройств личности, так же как в диалекте поповеденческой терапии, являются значимыми не только техниками, но и потом, возможно, частью даже мировоззренческих таких подходов, помогающих пройти через те дефициты, дефициты навыков, дефициты того, что недополучили эти личности в детстве, и касающиеся, конечно, избегания, как такой классической формы поведения, в случае трудностей, избегания прерывания контакта, избегания нового опыта, и шаблонные какие-то формы поведения. Поэтому экспозиция, как способ преодоления этих избеганий касается так же и ситуаций, связанных с расстройством личности. И в таких классификациях, касающихся расстройств личности, или систематизация новых форм терапии контактно-клинического подхода, мы можем чаще всего столкнуться с такими названиями, вынесенными сегодня в модели, касающиеся evidence-based medicine, медицины доказательной или медицины, базирующейся на доказательствах. И вот здесь схема терапии, как вы видите, диалектика, бюджетическая терапия, терапия принятия ответственности, они прошли через такое жесткое сито очень серьезных рандомизированных клинических исследований, очень серьезных мета-анализов, и доказали свою эффективность, в том числе и в работе с расстройством личности.